Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на колебании, как всегда. Будет много фугасных вертух и огромный урон, конечно, с выстрелом. Ну и, конечно, сообщу вам много интересной информации. И, конечно, друзья, не забывайте подписываться на канал, благо у нас тут розыгрыши ежедневные. Можно выиграть новогоднюю большую коробку, а для этого вам всего лишь достаточно написать комментарий и указать свой игровой ник. Конечно, после просмотра видео нужно писать комментарий, но я думаю, вы понимаете. Вот, кстати, победитель, который выиграл большую коробку. Если хотите так же, ну, вы поняли, короче. И, конечно, заходите на сайт Водхаб. Сейчас на данном сайте предоставляется просто бомбезная возможность выиграть море призов, включая, конечно же, большие коробки, так как там новогодний ивент, и вы можете получить очень неплохие плюхи. Всего лишь нужно открывать коробки, ну, именно кейсы на сайте. Каждый кейс стоимостью 56 рублей дает вам билет, и каждый билет позволяет вам участвовать в розыгрыше. Также открывайте коробки разнообразные новогодние, ну, кейсы имеются в виду на сайте, и из них падают большие коробки, при этом в большом количестве. Так что ссылка на сайт находится в описании. Там же вы можете найти промо-код Маракаси, который даст нам дополнительный бонус при пополнении. Итак, друзья, Wargaming продолжает штамповать разнообразные акции, и давайте разберемся, какие же дальше будут скидки, ну, на танки в календаре новогоднем. И есть такой вот некоторый список, вы в углу можете его видеть, в желтом отмечены танки, которые наиболее вероятно, соответственно, будут. Ну, скорее всего, это будет Лорейн 40 тонн, Самуа СМ и Крайслер Ка. То есть три танка, у которых наибольшая вероятность. В принципе, за золото я, в принципе, может быть, купил бы саму Айс Мейс, а у вас его нету. Лорейн 40 тонн тоже неплох. Кстати, вчера продавался такой танк, как Ренегат М54, и на самом деле повезло тем, кто смог его за голду урвать, потому что танк, на самом деле, очень годный. Я сам на нем играл, множество боев еще в прошлом году, и мне он очень понравился. У него, конечно, есть огромный лючок, но это компенсируется неплохой подвижностью танка и довольно хорошей стабилизацией орудия, и также у него броня тоже присутствует. Так что вариант для покупки весьма неплохой, скажу я вам. Разработчики довольно сильно спалились, они, соответственно, обновления публикуют, но скрытно, как всегда, у меня все их обновления расшифровывают, смотрим, что там, в общем-то, в недрах Wargaming делается, и есть информация по одному из самых ожидаемых, наверное, танков 10 уровня. Соответственно, это Объект 268, вариант 5, и ему немножечко улучшили скорость полета снаряда до 950 метров в секунду, что, в принципе, очень важно для этого танка, потому что это ПТ-САУ все же. И это означает, что разработчики хотят в скором времени данную машину выпустить, иначе они бы ее не изменяли. И, конечно, у многих возникает вопрос, для чего данную ПТ-САУ готовят. Ведь все-таки, ну, очевидно, что не будет каких-то новых веток, ну, советских, в ближайшее время, иначе бы уже давным-давно сливы были бы. Ну, я думаю, что тут, скорее всего, данная ПТ-САУ готовится для черного рынка. Так что будем ждать, я думаю, весьма интересное такое предложение для игроков за серебро купить очень неплохую машину 10 уровня. Напомню, это ПТ-САУ с башней, с бронированной, с хорошей подвижностью и с хорошей альфой 750. И, конечно, пробитие тоже присутствует. В общем, очень интересная замена ПТ-САУ объекта 268 обычного без башни, который, ну, сейчас в рандоме ему нелегко, а вот данная машина будет гораздо более сильнее, я считаю. Водхаб.нет Проверенный сайт, где ты можешь прокачать свой танковый ангар. Новогоднее наступление в самом разгаре. И на сайт уже завезли тысячи больших новогодних коробок, которые могут стать твоими. Ты можешь получить новые и редкие премиум-танки. 3D-стили, золото, серебро, танковый премиум и другие ценные призы новогодней атмосферой. Мгновенная отправка призов, промокоды и ежедневные бесплатные розыгрыши новогодних коробок. Более 300 тысяч пользователей уже с нами. Так что заходи на водхаб.нет и забери свои новогодние коробки. Ссылка в описании. Конечно, у многих возникает вопрос насчет экипажа 2.0. Потому что в 2021 году много обсуждали экипаж этот и перки эти. В принципе, многие подели грязью все это. Так скажем, многим не понравилось. Но оно и понятно. Действительно, многие комментарии игроков говорили о том, что недоделанный этот экипаж 2.0. Что он непродуманный. Что он сделан, так скажем, крайне некачественно. Ну и, соответственно, разработчики обдумали все это. Несколько раз вы наверняка видели там песочница была с этим экипажем 2.0. И, в принципе, это могло очень серьезно изменить нашу игру. Потому что это реально кардинальное изменение. Экипаж у нас очень значимый. Перки многие, хоть и простые, но чрезвычайно важные. И если там все там изменить, то, во-первых, многие игроки могут и не привыкнуть. То есть они могут просто уйти, если им не понравится. Во-вторых, конечно же, стоит отметить, что вот этот экипаж, он довольно сложный. Наверняка было бы в освоении, потому что множество перков и так далее. И вот стало известно, что разработчик, который был ответственен за экипаж 2.0, он уже давным-давно уволен. Еще летом, видимо, разработчики, но главное, решили, что экипаж 2.0 не зайдет игрокам, проанализировали все отзывы. Ну или просто побоялись, потому что Wargaming хочет максимально все-таки дольше по времени зарабатывать на этой игре. И, конечно, если они облажаются совсем крупно, сделают эту игру совершенно, так скажем, неиграбельной, а для этого просто нужно кардинально что-то изменить неправильно, то, соответственно, все это приведет к фиаско. И, конечно, в игре просто решили, наверное, ну его нафиг, а то онлайн еще сильнее упадет, он и так-то упал. И, соответственно, просто отменили все это действие. Ну, конечно, тут вопрос спорный, что будет с экипажем 2.0, потому что сейчас на данный момент, ну и лично мое мнение, может быть, кто-то со мной не согласен, но нынешние перки, они подустарели. То есть их делали еще там в начале, когда игра только появилась, и, соответственно, ну там были какие-то изменения, конечно, но в целом это все как бы то, что было на релизе игры практически. И, конечно, нужно что-то делать, но делать качественно и обдуманно, и нужно придумать хороший экипаж 2.0. Что делать, если вы там все это время копили членов экипажа, рассчитывали, что там вам бонус дадут? Ну, сейчас, наверное, копить уже смысла особо нету, прям сверх нормы экипаж. Ну, хотя какие-то интересные такие экземпляры экипажа я все равно советовал бы, ну, складировать, потому что мало ли чего, ВГ могут поменять свои решения, и я все-таки уверен, что какие-то специальные члены экипажа, там, например, Антон Панков, возможно, будут давать какие-то особые бонусы. Ну, в общем, посмотрим, как Wargaming все-таки справится со всем этим. На данный момент, конечно, игре уже 11 лет, меняется она с трудом. И, конечно, тут нужно рассчитывать, мне кажется, на чудо, что найдется какой-то человек, ну, даже не один человек, а группа людей, которые сделают революционный экипаж 2.0. Может быть, и не 2.0, 3.0, или там 10.0, неважно. Главное не название, а главное, чтобы это все было действительно, ну, лаконично вписано в игру и понравилось игрокам, а то иначе все это закончится очередным обсером от Wargaming. Ну, напишите в комментариях, что вы насчет этого думаете. Я думаю, многие рады тому, что экипаж 2.0 провалился, ну, в том виде, в который он был, и не выйдет. Ну, и, конечно, сейчас основную силу все-таки демонстрируют новые танки, то есть гонка вооружений продолжается, что нам показали, вот даже коробки новогодние, то есть имбовые танки продолжают штамповаться в огромном количестве. Я даже боюсь представить, что будет в 21-м году. Ну, и давайте досмотрим данное сражение. Все-таки колебан очень получился необычный ПТ-САУ с довольно-таки мощным вооружением, но очень своеобразным, то есть кривым, в степени, но порой действительно ПТ-САУ это наносит колоссальный урон. Ну, и на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok